Всем привет! С вами видеоблог WarStory и сегодня такая рабоче-крестьянская красная серия с элементами царизма. Сейчас будет небольшой unpacking, то есть распаковка пары посылочек, что пришли недавно. На самом деле они пришли давно, я просто ждал, чтобы отснять это на камеру. Это интересно. Расскажу про каску, я её показывал уже в блоге. Фотографии её уже светились на WarStory, но здесь расскажу эту историю. Так, наверное, будет интересней. И вот я ещё вытащил, достал с закромов то, что я в прошлый раз распаковывал и ещё некоторые знаки, значки, кокарды. То, что у меня было до этого. Ещё есть некоторое количество. Вот так я взял просто, чтобы показать кое-чего. Итак, начнём. Это первая посылка из города Одинцова. Опять же повторюсь, как в прошлый раз я зачирикал все реквизиты. Потому что считаю неправильным показывать данные продавца. Даже если тут что-то испорчено, потрачено, наверное не стоит. В прошлый раз всё кидал вот сюда, здесь была куча барахла. На этот раз так делать не буду. В картоночку упаковано и скотчиком перемотано. Это хорошо, есть шанс, что скотчем по живому не намотали. Собственно вот он. Это знак, опять же обратите внимание, прикрыт сверху этой плёнкой пупырчатой, чтобы по эмалям не надавить. Это сразу плюс продавцу. Прям уважуха, потому что мы уже видели, что бывает упакуют так, что потом после переезда ещё каких-нибудь дефектов нужно обнаружить. Итак, это значок, знак отличник РКК, отличник рабоче-крестьянской красной армии. Знак я этот помню, как я покупал и выбирал. Их есть некоторое количество на рынке сейчас, на сайтах в интернете, но этот меня покорил и мой выбор пал на него, потому что он номерной. Он не простой. Вот здесь на обородке есть номер. Это не всегда такое встречается. Гайка Московское товарищество художников. Эмали все целые. Есть потёртости, их видно на выпуклых частях. Меня это не пугает. У меня концепция собирания этих знаков, концепция собирания фоляристики не на собирании каких-то нулей, чтобы вообще было всё как с завода. Мне нравится просто такое выражение «документ эпохи». И вот эти все следы носки с точки зрения коллекции может быть именно фоляристической, как значкисты любят. Это может быть какие-то утраты, но для меня это не в минус абсолютно. То есть тут такая равномерная потертость и патина. По мне это красиво. Так вот его припаркуем. Вторая посылка она из города Печоры, Пешковской области. Тут даже может гатарезать ничего не придётся. В бумажечку. В бумажечке картоночка не придётся. Картоночка скотчиком скреплена, чтобы ничего не разъехалось. В пакетике прихваченным скотчем лежит Георгиевский крест. Опять же плюс продавцу, потому что он положил в пакет и только потом скотчем примотал. Опять же нет никаких утрат от этого клея. Георгиевский крест четвёртой степени, награждение на Первую Мировую Войну, лента не оригинальная, колодка тоже не его, но просто добавлено для красоты. Крест оригинальный, рельеф хороший достаточно и приятный такой крест. Он был за небольшие деньги совсем взят и то, что здесь есть в комплекте с новодельной лентой, с не своей колодкой, это не в минус. Это лучше, чем если бы её не было, чем это был бы просто крест. Вот такие две посылки пришли и покажу собственно, что есть ещё. Что есть из того, что не показывал. Во-первых, я ещё ни разу не демонстрировал такую подборку по кокардам. Это не все. У меня есть ещё какие-то пилоточные звёздочки. Что ещё было? Там всё по углам разложено, всё притарено. Здесь что интересно? Интересно вот эта звёздочка. Это рабоче-крестьянская милиция. Это РКМ. Герб вот этот накладной. И тоже в эмалях. И звезда большая. 36 миллиметров. Дальше идут две обычных звёздочки. Стандартного размера. Как на головные уборы, на фуражки, на шапки зимние. Далее идёт звезда 36 миллиметровая большая. Тоже с накладным серпом и молотом. С такими очень красивыми эмалями. И к слову, это звезда первая, что я купил за границей по РКК. Можно сказать, что с этой звезды началась моя коллекционная деятельность в сторону наших вещей, нашего военного антиквариата. Я что-то помню, я её купил за 70 или за 80 евро. Это ещё до подорожания этих лютых было. Но за столько купил. Дико душился. Меня она поразила своим размером. Потому что я смотрю, что это не то. Я не увлекался тогда звёздами. Смотрю, что это не то. Какая-то она здоровая. Но видно, что стопудово оригинальные. Эмали родные. Эмаль цвета насыщенного. И вот поразила она меня и пошло-поехало. Она пустила споры. Теперь размножаются. Следующая звезда это 20-х годов. Звёздочка. Она цельноштампованная. Серп и молот не накладной. Но она ранняя. И у неё характерной формы с острыми лучами. Она так называется. Это тип острые лучи. Тоже красивая. В люксе практически. Я такие копал по боям по 1939-1940 году. В блиндажах советских. Там были всякие сбросы тряпок. В том числе были головные уборы. На них вот такие звёзды были установлены. Всегда интересно накопать такое. На Карельском перешейке сохран хороший. Эмали эти остаются. Прикольно. Есть ещё пара звёздочек без усов. Это что-то такое из разряда на сдачу. Когда покупаешь что-то на столе и смотришь. Человек не торгуется. Высматриваешь что-нибудь дешёвое, за что он точно не держится. И говоришь, ну тогда вот этот нож и вот эту звёздочку. Вот так вот на сдаче. Иногда бывает тоже вощемляю всякие штуки. Это такой как спорт. Надо что-то урвать. Такой как в доп. прибыль. Денег это не каких-то лютых стоит. Просто само по себе приятно. Когда их много и вот здесь они сбитыми эмалями. Но всё равно оригинальный предмет пригодится. Ну и само по себе как украшение в коллекцию куда-то подложить какому-нибудь главному экспонату. Тоже интересно. А эта звёздочка уже такая поздняя на войну. Пришивная. Но они совсем недорогие. То есть их на складах находят большими количествами. Просто само по себе интересно. Упрощёнка-упрощёнка. Она уже защитного цвета. Здесь два отверстия для пришивания на пилотку. Что ещё я не показывал. Знак снайпер РККА. Снайпер рабоче-крестьянской Красной Армии. Это знак до 1941 года. Потом его убрали. По нему наверное... Я его тоже показывал несколько раз на фотографиях. Я его так подкладывал. Здесь на самом деле проблема есть, что нет винта. Он подарил коллега из Австрии. Зная, что я собираю по РККА. Зная, что я из России. Говорит, Алекс, держи. Поэтому это тоже такой знак, который я никогда не продам. Он в приятном состоянии. На фото я уже демонстрировал. Я так делал, чтобы не было видно, что у него нет этой ножки. В принципе фото это не портило. Смотрится красиво. Что ещё? Что ещё? Вот эти вот вы видели знаки. Здесь ещё гвардия. Это на самом деле такой костяк подборки по РККА. Подборки по царизму. По каким-то знакам, значкам. Потому что до этого я брал, если что-то попадётся, само в руки вплывёт, то брал. Просто вещь прикольная. А сейчас уже начал искать эти значки. Это интересно. В дальнейшем можно будет делать более расширенный обзор. Например, соберётся линейка отличников такого плана. Можно будет по ним более подробный обзор дать. Так. Про каску обещал рассказать. Эта каска интересная. На ней много информации на маленькой поверхности. История какая. Купил я её в Германии в городе Райхерцхофен. В том же самом холле, который я вам показывал недавно. В сентябре куда я ездил. Но год назад. И купил я её у англичанина. В принципе, даже здесь в России после того, как я показал её фотографии на Варсторе, на форумах, люди посмотрели, говорят, что видели эту шапку, когда она продавалась ещё на Западе. Я её купил. Во-первых, потому что подыскивают советские шлемы. Тема прикольная. Главное, чтобы они были в родне и на войну. Потому что многие не отличают шлемы послевоенные. И не ставят никаких различий. И думают, что это 300 рублей в базарный день. Нет. Это редкие вещи. Купил. Купил из-за этой ещё штуки. Кроме того, что он весь в оригинальном сборе. Это круто. Американская почтовая бирка, с которой отправлялись вещи из Европы в Штаты. Соответственно, здесь указан адрес. Миссис Лаура Мелмс. Улица 1915 года. Порт Хартен, штат Мичиган. Я, кстати, проезжал на машине недалеко от этого города. Но ещё до того, как её купил. И здесь есть описание по ссылке. Это One German Paratrooper Helmet. То есть человек, который отправлял или как минимум человек, который получал этот шлем, считал, что это немецкий шлем парашютиста. То есть немецкий парашютный шлем. Это интересно. Потому что это советская каска. Либо впарили к какому-то салаге под видом немецкого шлема за какие-то деньги, сигареты, за паёк выменили. Каску, абсолютно не имеющую никакого отношения к Германии. Просто она какой-то необычной формы. Все знают, как выглядит обычная немецкая с полями. А парашютная, она должна быть какая-то хитрая. То есть они нашли какую-то шапку диковинную для западного фронта и её впарили человеку, который её потом отправил в Мичиган своей жене или маме, как трофей, добытый в бою, снятый видимо с немецкого парашютиста. Потому что я очень сомневаюсь, что в нем немецкий парашютист бегал. При этом скорее всего эта каска была трофеем ещё немецким. То есть скорее всего её ещё немцы к себе туда утащили в тыл на будущий западный фронт, потому что каска практически не ношенная. И эта трёхклёпка ранняя. То есть к 44-45 году в принципе их ещё носили, донашивали. Но они были уже такого реально избитого состояния. Давай крушився в эмале, выкрашивай. Итак, о чём я? Каска. А! Это я протрёхклёпку. Это ранняя шапка и потом она уже в конце войны должна быть либо сильно попользованная, либо если она новая, то она принесена какая-то неношенная. Потому что дальше вышли шестиклёпки и выдавали их молодому пополнению. Новые формирования уже шли с ними и вряд ли кто-то дошёл до западного фронта в нулёвом колпаке. Тем более, если бы это было место какого-то непосредственного боевого контакта с нашими, то человек, который эту каску покупал, он бы знал, что это советская каска. Правильно? Хотя может быть он так решил произвести впечатление. Хотя какая разница, например, его женщине, немецкого парашютиста этот колпак или советская или вообще немецкая. Я думаю, ей глубоко было всё равно. Можно было поразить кого-то, что факт того, что сувенир приехал с Европы, с войны, а кому она принадлежала им параллельно глубоко. Я думаю, его всё-таки обманули, этого кренделя, потому что на стопудово это на него было рассчитано. Или бирку могли переклеить. Реально могли переклеить эту бирку. Был немецкий парашютный шлем. Человек увидел и говорит, что это двухдекалка. Его аккуратненько отклеили, переклеили на советский колпак и отправили этой миссис. Он звонит и говорит, что получил я тебе каску посылал? Да, получил. Всё. И успокоился. Классно? Ещё вот так могло быть. Можно гадать. Если что, свои версии оставляйте в комментариях, как это так могло произойти. Теперь конкретно про саму шапку. Окрас родной. Размер хороший. Это размер 3А. Здесь есть на внутренней части штамп ЛМЗ 41 год. Рост 3А. Штамп вообще чёткий. Очень хороший. Подшлемник классический. Так называемый чулок. Целый дермантин. Немножко похрустывает даже. Здесь верёвочкой завязанной. Где-то по-моему фамилия была. А не, фамилия на другой каске. Оригинальный ремешок. Здесь был ремонт. Возможно пока её пересылали как-то здесь было порвано. И явно здесь никто не пытался это как-то восстановить. Потому что просто внахлёст пришили, чтобы держалась. Каска не переклёпанная. Заклёпки родные. Это как можно отличить? Здесь с обратной стороны заклёпки есть шайбочка. И соответственно по целостности этого сбора можно отличить. Переклёпана она или нет. В старое время, когда переклёпывали, это прям видно. В новое время, когда переклёпывали, это тоже видно. Они пытаются маскировать. Но на самом деле это тема такая. Нужно несколько раз просто посмотреть как выглядит оригинальная клёпка изнутри и всё становится понятно сразу. И опять же здесь ещё в пользу того, что каска не ношеная. Здесь подшлемник практически без каких-то следов носки. Без какого-то пота и прочего. Просто есть как есть. Ещё часто на касках сидели. Это просто удобно. Мешок бросили в плащ-палатку и сидишь. Здесь обычно такая она должна быть забитая, протёртая. Плюс её удобнее класть, чтобы потом брать. Никто же краску не берёг во время носки, во время непосредственных использования по назначению. Вот ещё интересный момент. Сам по себе ремешок весь целый. Кроме той рванинки практически без утрат. Подковка вот эта на конце осталась. Родная краска на пряжке на регулировочной. Такая на американский манер сюда закинута. В общем хорошая каска. Предмет прям нравится. То есть реально по этой оригинальной бирочке можно какие-то подробности из жизни, из истории бытования этого шлема узнать. Вначале он был у нас в Советском Союзе. Затем его отправили каким-то образом. Точнее он попал в Европу. Потом из Европы его отправили в Мичиган. И из Мичигана он 100% как-то попал в Англию. Потому что английский продавец был. Из Англии опять в Германию. И из Германии уже я его привёз. То есть это такой как минимум путь, который там был минимальный. Сколько ещё её мотало непонятно. Но тем не менее она уже на родине. В коллекции. И никуда уж деваться отсюда не будет. В общем на этом я свой обзор завершаю. Кстати недавно я узнал, что чем больше лайков видео собирает, тем выше эффективность. Ну попадание в то. Больше подписчиков. Больше людей узнаёт. Поэтому ставьте лайки. Вот теперь я буду вам напоминать про это. Потому что раньше я думал, что это просто так клянчат. И это какая-то муть. Но на самом деле нет. Это канал реально продвигает вперёд. Если вам нравится то, что я делаю, я вас прошу отмечать это. Подписывайтесь на канал обязательно. Опять же если вам всё это нравится. Советуйте друзьям. Я не знаю. Маме расскажите про канал. Очень интересно. Может и быть. И ещё чуть не забыл сказать. Оставляйте комментарии обязательно внизу. Если что вам понравилось, что не понравилось. Я поэтому просто ориентируюсь какие дальше видео делать, не делать. Может менять или оставлять. В общем вы поняли. Всё. Всем пока. Доброго вечера. Доброго дня. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин